Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки понедельным главам на основе бесед Львовического Рэба. И сегодня глава Ки-Те-Це, и беседа называется «Заповедь об ограде». В нашей главе появляется заповедь об ограде. Сказано в Торе, когда строишь новый дом, то сделай ограду на крыше, чтобы падающий не упал с нее и не пролилась бы кровь. То есть есть заповедь на крыше дома или на балконе, делать забор, чтобы никто, не дай бог, не упал. Возникают вопросы. Первое. Разве только тот, кто строит дом, обязан построить ограду, а тот, кто покупает готовый дом, не обязан? Ведь очевидно, что и он должен поставить ограду на крыше, чтобы никто не упал с нее. Почему же тогда в Торе сказано, когда строишь новый дом? Первый вопрос. Второе. Понятно, почему написано, или непонятно, почему написано, чтобы падающий не упал с нее? Ведь речь идет лишь о опасении, что какой-то человек может падать с крыши. Почему же наша Тора, в которой каждое слово истина, ничего просто так не сказано и не повторяется просто так, называет его падающим, еще до того, как он упал на самом деле? Ну вот как, это понятно. Вот он падает и, так сказать, не дай бог, с крыши упал. Скользнулся там как-то на крыше, там что-то случилось. Глубокий смысл еще. Смотрите, Раша объясняет это так. Он в чем-то провинился и заслуживает упасть. Однако ты, хозяин дома, не должен быть причиной его смерти. Ведь заслуга передается через заслуживающего, а долг через должника. То есть он потенциально может упасть. Он что-то сделал, его Всевышний может наказать. Но твоя задача, не поучаствовать в этом, сделать все возможное, чтобы не через твою крышу это произошло, не через недостаток твоей, чтобы не чувствовать, понимаете, да, интересно. Однако это, тем не менее, недостаточно. Понятно ведь из выражений, которые употребляет Тора, ясно, что он уже падает, а не только заслуживает упасть. Он уже падает, да? Да, он уже падает, и в шат, простой смысл, говорит о том, что это просто для того, чтобы он не свалился с крыши. Не упал здесь, да? Не упал здесь, с этой крыши. Рэб объясняет. О творении мира сказано, что Всевышний специально создал его несовершенно. Одна из причин этому приведена в Перкей де Раби Лезер. Если придет человек и скажет, не дай бог, я всесильный, то ответит ему, ну-ка иди и закончи этот уголок, который он оставил незаконченным. Похожее явление есть и в Торе. Конечно, на более тонком уровне. Есть в Торе места, которые невозможно полностью понять через их простой смысл, не изучив, как они объясняются на глубинном уровне. Именно для того, чтобы мы помнили, Тор – это не просто разум. Это проявление божественного разума. Одно из таких мест – это заповедь о Баграде. Когда мы построим, как она объясняется в соответствии... Извините. Когда мы посмотрим, как она объясняется в соответствии с глубинным содержанием Торы, мы поймем, почему в ней подчеркивается новый дом, а также, почему человек называется падающим еще до падения. Рэбе дал эту лекцию в связи с 13 Иллула, днем свадьбы 6-го Рэбе. Рэбе Ези Фицхак, да, предыдущий Рэбе, Фюдиг Рэбе. Да пребывает его душа в Ганедене. Поэтому он начал объяснять, что Баград называется по внутреннему смыслу новый дом. Человек строит новый дом в народе Израиля. Дом, основанный на духе Тора и заповеди. Здесь говорится об образовании семьи. Об этом и говорит Тора. Когда строишь новый дом, когда еврей создает дом, семью, он как бы спускается на более низкую духовную ступень. До этого он не мог целиком и полностью заниматься Торой. То есть до этого он мог. У него не было никаких забот, никакой ответственности, никаких обязательств. А теперь ему нужно выйти в мир и зарабатывать на пропитание, как сказано в Геморе. Жернова у него на шее и будет заниматься Торой. То есть он мог делать свои дела, и у него никаких забот, ничего. А тут жена, дети пошли. Это называется спуска, спустись. Это спуск, да, это спуск. Поэтому, поэтому-то еще... Рот подъел, такая важная митцва. Жена, дети. Да, но... Это как в Торесках. Может быть, спуском, если не подготовиться, если не сделать ограду. А как сделать ограду? Поэтому-то его назначально определяют как падающего. То есть он уже, как бы, у него уже столько забот, он уже не успевает. Он уже, может быть, где-то не домолился, не дочитал, не доучился. И что-то, может быть, уже где-то он не сориентировался. Однако, чтобы это падение в итоге привело к подъему, спуск ради подъема, да. Он спускается, но должен подняться. И, разумеется, он поднимается в результате выше, чем был в начале. Иначе нет никакого смысла в спуске. Человек должен сделать ограду на крыше. То есть, значит, спуск, да, спуск ради подъема, да. Когда человек хочет прыгнуть вверх, он сначала приседает, он должен опуститься. То есть спуск, это ради подъема всегда есть потенциал. То есть, когда мы спускаемся в этот мир, мы должны сделать своей душе ограду, перегородку. Да, мы будем заниматься делами материального мира. И тем самым очищать, и духовно поднимать его. Однако, мы обязаны всегда помнить, что мы дети царя всех царей. Мы над этим миром. Его суета, страсти нас не интересуют. Мы спускаемся сюда лишь ради того, чтобы исполнить свою миссию построить жилище для Творца в нижних мирах. Еще более глубокая мысль, да. Душа спускается в мир. Это спуск ради подъема. Ради того, чтобы улучшить этот мир, чтобы сделать его жилище для Творца. Задача каждого из нас. Итак, когда еврей использует такой подход, он действительно преодолевает все препятствия и, наоборот, делает их трамплином для подъема, превращает все материальное в часть духовного. Да? В более общем смысле, постройка дома – это спуск души вниз. То есть, это, да, мы глубокий смысл сейчас понимаем. Да, спуск души в материальный мир, чтобы построить Всевышнему благословенному дом, то есть, жилище в нижних мирах. Этот дом называется новым домом. Ведь это самое большое обновление – превратить тьму этого мира в свет и сформировать из материальности мира сосуд для божественного. Да, то есть, осветить все, что нас окружает, принести сюда святость для того, чтобы Всевышнему было здесь удобно, чтобы он себя чувствовал уютно. Конечно, в начале, когда душа спускается сюда, это действительно спуск падающий, который падает, да, то есть, он потенциально падает. Однако, если мы помним, как сказано выше, что на самом деле мы над миром, и все его страсти нас не интересуют, что мы здесь по долгу службы, и наша цель превратить один за другим каждый уголок мира в место, наполненное торой и заповедями, место, где царская власть Творца выражена явно, да, мы выполняем нашу миссию, превращая этот мир в святилище. Стараемся. Да, оно и есть так. Нам надо просто раскрыть, по сути, этот потенциал, да. Если мы помним, что это, помним это, то такой спуск приводит к невероятному подъему и обновлению даже в отношении небес. Мы видим это, сказано мудрецами. Если объяснить на глубоком уровне, красивый дом расширяет мысль человека, высшего человека, то есть, всевышнего, благословен он. Итак, мы обобщим, что это, заповедь об ограде, для того, чтобы падающий не упал, чтобы не поучаствовать в этом, в этой задумке, в этом потенциале возможном, да, чтобы предотвратить это, сделать ограду, чтобы он не падал. И это еще связывается или сравнивается с образованием новой семьи, да, новый дом. Когда человек или молодые люди, которые жили относительно беззаботно, соединяются вместе или создают новый дом, новую семью, то у них появляется забота материального мира, который для них потенциально является спуском. И им надо вместе усилить изучение торы, исполнение заповедей. Таким образом, они для своего нового дома, для своей семьи строят ограду. Да, и следующий момент, что это сравнивается со спуском души в наш материальный мир. И душа, она призвана выполнить свою миссию, осветить это место и сделать каждый уголок материального мира святилищем и уютным жилищем для Всевышнего, чтобы он себя здесь чувствовал так хорошо. Ну вот, хорошо, восстановили наши занятия. Вы и так читаете, вы же посылаете эти данные. Хорошей недели. Да, но лучше. И всех благословений. Всех.